Библейский портал экзегет.ру представляет То есть молитва была не просто произнесена перед Богом, но это был текст, который был прочитан, очевидно, и запечатан для будущих поколений. Чтобы люди знали, в следующих поколениях это не просто какая-то минутная слабость, настроение, чье-то хотение, нехотение. Это позиция людей, которые каются перед Богом, которые дают ему определенные обещания, просят его о милости и, соответственно, подписываются поименно. Десятое начинается со списка подписей. Вот кто приложил своей печати. А печать, вот были персни у нас, кстати, нынешние обручальные кольца, это, в принципе, наследие того древнего времени. У человека у каждого было кольцо, а на нем печать. Это была его, знаете, кредитная карточка, его паспорт, вот у каждого своя. Да, естественно, не у рабов, не у нищих, а у самостоятельных людей. Вот они, прикладывая свои персни к воску, они тем самым подписывались. Так что можно было потом опознать. Вот кто приложил своей печати. Правитель Неймия, Сынхакалия, также Садыкия, Сырая, Азарья, Еремея, Пашхура, Марья, Малкия, Хатуши, Ванья, Лух, Харим, Меремот, Авдий, Даниил, Генетон, Барух, Мешулам, Авиа, Миямин, Маазья, Белгайши, Майя. Это священники. Первые в народе. Вот начинается священников, потом уже его политические лидеры. Парош, Пахат, Муавы, Лам, Зату, Бани, Бунни, Азгад, Бивая, Дония, Бегвая, Дин, Атер, Языки, Азур, Худия, Хашум, Бицай, Харифа, Натот, Невай, Макпи, Ашмешулам, Хазир, Мешизавел, Садок, Яду, Апилати, Ханан, Анан, Анани, Осия, Ханани, Хашув, Халлохиш, Пилхашу, Векрихум, Хашавна, Маасея, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим и Бана. И весь остальной народ, священники, левиты, привратники, певцы, храмы, служители и все, кто отделился от языческих народов и принял Божий закон, все они вместе с женами, сыновьями и дочерями сознательно, с полным пониманием поддержали своих знатных собратьев, присоединились к клятвенному обету поступать по Божьему закону, который был дан через Моисея и служители Божьих. То есть это уже документ, который будет храниться, к которому можно потом прибегать и говорить, смотрите, наши предки вступили в формальный завет с Богом, не просто пообещали ему, но подписались. И от имени народа это сделали, конечно, некоторые его представители, вожди духовные и светские, но и весь народ был с ними заодно. К клятвенному обету поступать по Божьему закону, который был дан через Моисея и служителя Божьего, поступая по заповедям Господа нашего Бога, храня справедливо его установление. Мы поклялись не отдавать дочерей своих жен и язычникам, а их дочерей не брать для своих сыновей. А когда язычники привезут на продажу товар или зерно в субботу, не покупать у них ни в субботу, ни в иной священный день. На седьмой год оставлять землю в покое и просвещать долги. Мы обязались ежегодно давать по третий шекере на служение в Божьем храме, на хлебы, которые выкладываются в святилище, на постоянные хлебные приношения и всесожжения, на субботы, новомесячные праздники, на святыни и жертвы за грех во искупление Израиля и на все, что делается в храме нашего Бога. Мы соблюдаем Моисеев закон, а дальше что? Пустословие и разговор о том, кем мы духовные, да? Нет, мы делаем конкретные вещи, мы соблюдаем закон вообще, а в частности мы не вступаем в брак с язычниками, не смешиваемся с язычниками, что было постоянным поводом для отпадения в язычество для израильтян прежде. Царь Соломон даже поддался, у него было много жён, в том числе язычницы. Если кто-то в субботу затевает торговлю или в священный день, в праздник, мы чтим субботу и не торгуем с такими людьми, не только сами не нарушаем, но и не говорим, о, тут удачная покупка, всё-таки субботний день не важно, сделаю-ка я эту покупку. На седьмой день оставляем землю в покое и прощаем долги, то есть это субботний год. Ну, оставляем землю в покое, это такая, что ли, форма дать земле отдохнуть, восстановить свои силы, потом возникает там трёхполе, но тогда его ещё не было, когда чередуется земля под паром и земля, которая обрабатывается, а вот здесь земле тоже дают отдохнуть. И, что самое интересное, прощаются долги. Значит, люди, которые бедные, они могут брать деньги в долг, но если это постоянно происходит, ну, люди знают, как это бывает, и всегда, и в наши дни тоже, это кредитное рабство, да, чем больше ты одалживаешь, тем ты беднее, потому что тем больше ты выплачиваешь. И в какой-то момент прощаются долги, то есть аннулируются эти кредиты, и человек может начать заново. Для, конечно, кредиторов плохо, но для бедных хорошо. И треть шекеля ежегодно на служение в Божьем храме. Это немного, это три грамма серебра, но это регулярное содержание Божьего храма. То есть чем отличается вот община от захожан, я говорю в терминах современных православных, но не только православных. Община содержит свой храм. Она не просто платит за какие-то услуги ритуальные, она понимает, что это ее храм, его надо содержать, это стоит денег, эти деньги она собирает. Вот так и здесь они содержат свой храм, причем в том числе на праздники, в том числе на служителей, то есть вот на все, что требует расходов. Мы по жребию определили, кто будет доставлять дрова в храм нашего Бога, чтобы горел огонь на жертвеннике Господа нашего Бога, как и написано в законе. Из года в год в определенное время каждый из отеческих родов, священнических, левицких и из простого народа. Вот вплоть до дров, да, вот конкретика, не имея все очень конкретно. Духовность – это не слова, это вот дрова принести, чтобы в храме на жертвеннике горел огонь. Мы обязались ежегодно приносить начатки урожая, первые плоды из деревьев в храм Господень, проводить первородных наших сыновей в Божий храм. Там был обряд их как бы выкупания, потому что после того, как ангел Господень уничтожил всех первенцев, убил всех первенцев в Египте, первенцы израильтян тоже принадлежат Богу, и за них надо вносить некий символический выкуп. Приносить священникам, которые служат в Божьем храме, первый приплод из наших стат и от ар, как и записано в законе. Соответственно, они тоже Божьи. Самоотборную муки и плоды наших деревьев, молодое вино и оливковое масло, как наше приношение отдавать священникам в храмовые хранилища, а десятину от урожая левитам. Левиты должны собирать десятину во всех городах, где мы трудимся, десятая часть доходов, всех. А при левитах во время сбора десятины должен быть священник из потомка Фаарона, и десятину от этой десятины левиты пусть принесут в хранилище при Божьем храме и в кладовые. То есть налог 10%, из них 1% в храм. А остальные, очевидно, на местные какие-то потребности на помощь бедным, на тех же самых левитов и священников. В эти хранилища пусть доставляются на израилевые потомки левия приношения зерном, молодым вином, оливковым маслом. И там же пусть хранится утварь святилища, что нужно священникам для служения, привратникам и певцам. Мы не оставим храм нашего Бога в небрежении. Вот эти конкретные требования, которые здесь перечислены, они входят в условия договора нового поколения людей, живущих на земле своих предков, их договора с Богом. Ну а в следующей главе приготовимся опять к списку имен. Куда ж деваться от него в этих книгах я зрою не имею. Субтитры создавал DimaTorzok